Привет, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский. В этом видео мы поговорим о том, как понять, что вами манипулировали и как всем этим вещам противостоять. Первым делом вам нужно научиться калибровать, то есть отслеживать те состояния, которые свидетельствуют о том, что вы попались на неэкологичную коммуникацию. Есть несколько признаков того, что вы попались на манипуляцию. Первый признак это когда вы уже закончили разговор с каким-то человеком, то есть коммуникация уже закончена, а вы в голове продолжаете прокручивать, прокручивать, прокручивать эту беседу, мысленно доказывать свою правоту. Вот это сигнал того, что вы попались на манипулятивную коммуникацию. Второй признак того, что вы попались на манипуляцию, это ощущение некого такого нездорового азарта. То есть вы продолжаете оправдываться у себя в голове и у вас есть некий драйв и вам хочется доказать, что вы хороший человек. Вот когда вам хочется доказать, что вы классный, что вы хороший представитель этого человечества, а кто-то может быть не очень хороший. То есть имейте в виду, что вот это тоже признак того, что вы попались на неэкологичную коммуникацию, либо на манипуляцию. И третий признак того, что вами манипулируют, это когда вы испытываете замешательство. То есть смотрите, в NLP есть такая пресуппозиция, что смысл любой коммуникации, та реакция, которую она вызывает. Так вот, когда вами манипулируют, когда вы попадаетесь на манипуляцию, вам дают как бы несколько стимулов. И вот это замешательство, оно характеризуется тем, что вы не знаете, как реагировать. Ну, например, если вам кто-то скажет, о, отличные джинсы, ты просто ужасно выглядишь. И тут непонятно, на что реагировать. Либо на комплимент, что джинсы классные, либо на то, что ты плохо выглядишь. И вы будете испытывать некое замешательство. Вот эти три признака, они как раз таки свидетельствуют о том, что вами манипулировали. Но не спешите делать выводы о каких-то других людях, потому что люди чаще всего производят эту манипулятивную коммуникацию бессознательно. То есть даже сам манипулятор часто не осознает и не понимает, что он манипулирует. А это просто такой привычный паттерн поведения, привычный шаблон общения, если хотите. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что вы, когда смотрите это видео и начнете откалибровывать у себя эти состояния, вы начнете подозревать многих окружающих вас людей в том, что они используют какие-то хитрые приемы NLP. Хотя NLP на самом деле просто изучает любую коммуникацию, в том числе и манипулятивную, и неэкологичную. Поэтому большинство людей, вот 90% людей, они это используют абсолютно бессознательно. И вы точно так же бессознательно начинаете на это вестись. Поэтому первое, что нужно сделать, это нужно научиться откалибровывать, точнее наблюдать, замечать в себе вот эти состояния. И давайте перейдем к способам решения, что же можно делать с этим всем. Первое, как я уже сказал, это научиться отслеживать состояние. Когда вы научились отслеживать эти состояния, кстати, напишите в комментариях, вы замечали за собой вот эти состояния, когда вы испытываете замешательство, испытываете азарт, и когда уже общение закончилось, вы начинаете прокручивать, прокручивать, прокручивать. Напишите, было ли с вами такое. Переходим к конкретным действиям, что можно сделать, чтобы этого избежать. Когда вы научились замечать за собой вот эти вещи, почему я акцентирую на этом внимание и очень много раз об этом повторяю в этом видео. Потому что пока вы не научитесь замечать в себе эти состояния, вы не будете замечать саму манипуляцию. Осознание о том, что вами манипулировали, будет приходить где-то уже потом. И это неэффективно. Вот когда вы научились все-таки замечать за собой это состояние, Если вы замечаете во время общения это состояние, у вас есть святое право прервать коммуникацию. Каким образом это можно сделать? В любом переговорном процессе есть правило, что вы можете брать паузу. Вы можете сказать человеку, который вызывает у вас вот эти неприятные ощущения, сказать, слушай, я сейчас не готов разговаривать, давай поговорим об этом позже. То есть в любом переговорном процессе можно брать паузу. Даже в судах. Суды берут паузу для осмысления каких-то вещей. Поэтому вы тоже в любой, в абсолютно любой коммуникации вы можете брать паузу. Дальше вы можете, если это близкий человек, если это, возможно, ваш друг, товарищ, приятель или супруг, супруга, вы можете сказать, то, что ты сейчас говоришь, оно вызывает у меня неприятные ощущения. Я бы хотел, чтобы ты таким образом со мной не общался. Это тоже один из способов, как остановить вот эту манипуляцию. И поверьте мне, те люди, с которыми вы общаетесь, они могут даже не ожидать того, что они вами манипулируют. И это будет как раз-таки способствовать развитию ваших взаимоотношений коммуникативных. Следующий способ, если вы откалибровали в себе эти состояния, вам нужно прерывать кинестетический якорь. Что это значит? Вам нужно, во-первых, изменить положение тела. Очень сильно изменить. Если вы сидели встать, если вы встали, то начать ходить. Обычно люди справляются с этими вещами, занимаясь боксом, поднимая тяжести, какие-то пробежки. Даже банально вы можете начать растирать свое тело. Но, конечно, не в присутствии этого человека, который вами манипулирует, а потом отдельно. И это поможет вам прервать вот это вот негативное состояние и уже прийти к осмыслению самой ситуации. Некоторые люди, конечно, прерывают кинестетический якорь с помощью алкоголя, но могу сказать, что этот способ, он работает не очень хорошо, не очень эффективно, потому что алкоголь, он только заглушает и не способствует вашему осмыслению всей ситуации. Дальше, если вы, опять же, откалибровали, заметили эти признаки, что вами манипулируют, вы можете сделать еще один фокус, который называется искажение реальности. То есть вы можете представить, что та ситуация, в которой вы оказались, это игра, либо это испытание вас на прочность, либо это какой-то сон. То есть вы представляете, что это происходит как будто не на самом деле, а как будто это какая-то игра. Это тоже очень хороший, действенный, помогающий способ. Ну и, наконец, четвертый способ, как разобраться все-таки в манипулятивной коммуникации, это перейти к осмыслению. Когда вы уже сделали несколько шагов, либо прервали кинестетический якорь, либо просто прервали эту коммуникацию, вы можете перейти к рефлексии. То есть вы можете задавать себе вопросы. Как это произошло? Благодаря чему это произошло? К чему я в этой ситуации научился? Что поспособствовало этой ситуации? То есть поговорите сами с собой и порефлексируйте. Подавайте себе небольшую обратную связь по поводу того, что стало триггером того, что вы стали либо испытывать замешательство, что стало триггером того, что вы стали испытывать некий азарт и начали доказывать, что вы хороший человек, и что стало триггером того, что вы прокручиваете, прокручиваете и продолжаете прокручивать этот разговор. Такие простые рекомендации на тему манипуляций. Опять же повторюсь, самое главное, дорогие друзья, научиться замечать свое состояние, потому что в этом состоянии вами могут легко манипулировать. Способов манипулирования очень много. Это давит и на ценности, и на тонкие струны души. Так что в дальнейших видео будем разбираться, как отстраиваться от манипуляций и как они в принципе происходят. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я развивал тему манипуляций, потому что очень часто звучит этот запрос. Если это видео наберет хотя бы 30 лайков, то мы будем активно развивать тему манипуляций. Я буду приводить различные примеры, как люди попадают в манипулятивную коммуникацию и как из нее выбираться. Опять же повторюсь, если вам видео понравилось, посмотрите еще и другие видео на моем канале. Видео про состояние, видео про работу с привычками и зависимостями. Обязательно посмотрите видео про технику взмах, как менять свои состояния. Посмотрите видео про якоря и многие другие. Поделитесь этим видео со своими друзьями. И до скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока.